Качество уборки дорог и дворовых территорий оставляет желать лучшего. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цибульский проинспектировал городские улицы. Какие выводы последовали и кто будет отвечать за ненадлежащее исполнение своих полномочий? Илья Иванкин получил последнее предупреждение от главы региона. Александр Цибульский вновь подверг критике работу своего заместителя. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Сегодня глава региона и представители муниципальной власти Наринмара проехали по дворам окружной столицы. Целью поездки стало качество уборки территории от снега. Это предложение от Александра Цибульского последовало в ходе первой в новом году еженедельной планерки, когда чиновники докладывали о своей работе. Какую оценку дал глава региона проводимым мероприятием, расскажет Любовь Пермякова. Рейд по дворовым территориям глава региона Александр Цибульский начал с игровой площадки по улице Швецова. Многофункциональный объект с яркими игровыми элементами и спортивной площадкой открыли в октябре прошлого года при финансовой поддержке компании «Лукойл Коми». Но, как оказалось, огромная территория, которая стала настоящим центром притяжения для ребят со всего города, в полном объеме маленьким жителям использовать не получается. Значит, это, я так понимаю, спортивная площадка, которая должна играть в футбол, волейбол и проще игры дети. Это теперь, я так понимаю, склад для снега. И это из-за того, что мы с вами не можем поделить, чья это территория. Это все равно городская территория. То, о чем мы говорили, подход все-таки должен быть единый. Что если территория не принадлежит дому, то все-таки я считаю, что муниципальное образование должно находить средства, силы и убирать. Но, по словам представителей городской администрации, на сегодняшний день площадка на обслуживание чистого города не передана. В случае передачи будет отвечать город. А сейчас это чья окружная? Ну, у нас, по крайней мере, ее на балансе нет. Я не знаю сейчас. Вы выясняйте. Следующий район, который посетил Александр Цибульский, расположен по улице Евтысова. Эта территория находится на обслуживании чистого города. Проезды и дороги там убирает. Но после уборки по обочинам вырастают огромные снежные завалы. Ну, есть объективные причины. Поэтому мы временно складируем здесь. Ну, у нас на сегодняшний день 4 единицы техники, 4 КАМАЗа. Техники не хватает. У вас 4 КАМАЗа? На линии в две смены работают. По словам представителей чистого города, три погрузчика, грейдер, амкадор, которые стоят на балансе предприятия, находятся в изношенном состоянии. Кроме того, как оказалось, грейдер, предназначенный для разравнивания и перемещения снега, со своей главной функцией пока не справляется. Вот грейдер ходит на самом деле один. На нем ножи-то летние до сих пор. А летними ножами мы просто дорогу закатываем и превращаем его в асфальт. Если постоять зимние ножи, то эффективность даже одного грейдера была бы гораздо больше. Мы живем в тропическом климате. Понятно, зачем нам зимние ножи. Это была одна из ошибок предыдущего руководства, почему было принято решение по расторжению сим-контракта. Потому что вовремя не было расторговано и было заказано именно не то оборудование. Еще одну территорию, которую посетил Александр Цибульский, так называемый квадрат по улице Ленина. Территория, расположенная в самом центре города, от своих собратьев с окраины, ничем не отличается. В этом квадрате, словно в картине художника Малевича, тоже трудно было разобраться. Как и в искусстве, темная история вызывает множество вопросов и бурные дискуссии. А к кому он относится? Я не знаю, к кому это относится. Это никому не относится. К кому? Кому? Который размежеван по четырьмя домами ровно по границе друг друга. Это четыре участка размежеваны вот здесь. Это размежеванные участки, относящиеся к дому. К кому они относятся с точки зрения обслуживания? К тому дому относится определенная часть участка. Да, мы обращались... У них два дома. У них два дома и два дома у Наринмаршстроя. Вот. И вот два дома, которые обслуживают Наринмаршстроя, должны, допустим, вот так чистить. И остальные смежные участки должна чистить компания по миссии. Нету чего. Еще одной точкой в этой снежной истории стала территория по улице Матросова. Вопросы у главы региона вызвали многочисленные железные ограждения. Я вот помню первое, что мне бросилось в глаза, когда я приехал, это какое-то дикое обилие этих заборчиков. Разных мастей, размеров, дизайнов. Это же усложняет и вам, в том числе, уборку. У нас на заводской улице при въезде, с левой стороны, стоит три забора. Один по требованию как раз суда был поставлен, ну по решению суда. Второе – это ограждение самого садика и внутри еще одно ограждение садика. Итоги поездки подвели сразу по окончанию рейда. Глава региона Александр Цибульский провел оперативное совещание с представителями окружной и городской власти. Ну и у меня очень большие претензии к управляющим компаниям. Управляющие компании – это компании, которые оказывают услуги за деньги. Они собирают деньги с граждан и должны оказывать им услуги. Когда управляющая компания за собранные граждан денег переваливает снег на территорию подведомственную Дерсу или Чистому Городу, то это обман. И это на самом деле попахивает мошенничеством и присвоением средств граждан. И я прошу обязательно в этом разобраться, Олег Анатольевич, а у вас соответствующие материалы, как я просил, направить, чтобы люди проверили. Вот такие действия. И привлечь к ответственности. Самое жесткое. Те люди так занимаются. Также глава региона отметил, что надо увеличить качество оказываемых услуг и подведомственным городу и округу коммунальным службам. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский снова подверг критике работу своего заместителя Ильи Иванкина. После рабочей встречи главы региона и руководителя департамента образования, культуры и спорта в конце прошлой недели социальные сети взбунтовались, сказал Александр Цибульский. Напомнив пятницу, докладывая губернатору о сроках открытия нового теннисного корта, Илья Иванкин сказал, что тренеров по теннису в округе нет. С Ильей Иванкиным не согласились те, кто давно и успешно занимается этим видом спорта в Наринмаре. Как оказалось, сегодня в ходе еженедельной планерки губернатора есть еще одна проблема, которая препятствует открытию спортивного объекта. Тренер по теннису в округе есть, однако этого недостаточно для полной загрузки теннисного корта. Примерно такую мысль хотел донести Илья Иванкин до губернатора еще на прошлой встрече. Если его полностью загружать, то там необходимо пять тренеров. То, что тренер Кисляков есть в округе, я знаю прекрасно. Он работает в дюц-лидер. У него всего девять детей занимается. Я просто напомню, что в лучшие времена у Соколова теннисом занималось 86 человек. Этот тренер есть, но кроме него нам необходимы еще тренеры, потому что в дюц, в Норде тренера по теннису нет, который там будет работать. Нам необходимо, чтобы загрузить эти корты, еще как минимум два-три тренера. Нашли? Ну, одного тренера Юрий Георгиевич поможет привезти. Сейчас мы будем обучать, переобучать двух сотрудников Норда для того, чтобы они прошли переподготовку по программе «Тренер по теннису». Я ни в коем случае не хотел сказать, что у нас Кислякова нет. Я его знаю прекрасно. Человек работает, но он работает в лидере. Нам в Норде нужны еще тренеры. Вот что я имел в виду. А то, что там слова из контекста вынули, ну, не знаю. Кто вынул-то? Я вот все же перед вами. Вы мне сказали, что есть проблема, что нет тренера в округе. Я цитирую вас. В округе нет тренера. Но Юрий Георгиевич сказал, он привезет тренера. Разобравшись, наконец, с вопросом тренерского состава, Александр Цибульский поставил перед Ильей Иванкиным еще одну проблему, которая препятствует открытию корта. И о которой, к слову, глава региона узнал не от своих подчиненных, а прочитал в одном из неофициальных источников информации. Прочитал, что там вообще какие-то проблемы с землей у этого корта. Ну, давайте я выясню. Да вы его открывать собираетесь через два дня. Как же вы откроете, если там земля не оформлена? Я вот уже выяснил. Кто? Валентина Викторовна или кто? Я сегодня с утра приглашал Соколовов как раз по открытию корта. Спрашивал, какие есть проблемы. Я вот никого не приглашал, а еще проблему одну узнал. Как оказалось, проблема с землей действительно существует. Однако при строительстве и подготовке к открытию никто не придал ей серьезного значения. И более того, по словам исполняющей обязанности Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Валентины Саутиной, никакого разрешения на строительство теннисного корта профильное ведомство не выдавало. Там земля выделена по автомобильному стоянку, а не по строительству корпуса. Сергей Викторович, извините, что пришлось вас расстроить. А что делать-то будем? Как мы откроем корт, который по документам у нас автомобильная стоянка? Давайте я сейчас просто не готов ответить. Сегодня проработаю вопрос, доложу. Ну, проработаю все вопросы, ладно? Мы сейчас потом еще что-нибудь узнаем на следующем оперативном совещании. Мы вообще, вы его предлагали уже два месяца назад открыть. Александр Цибульский дал своим заместителям, если не последнее, то крайне серьезное предупреждение. Пора включаться в работу и начать решать существующие проблемы. Вникните во все, пожалуйста, детали. Если я об этом узнаю, то вы должны об этом знать всегда. И странно, что у нас телеграм-канал раньше вас пишет о том, что у нас проблемы с землей. Вас это не обижает, как специалист? Спасибо. Ну вот, пожалуйста, я вас последний раз прошу включиться в работу. Если нет, то мы будем уже тогда какой-то иной вопрос задавить. Тариф на вывоз жидких бытовых отходов для жителей поселка Искатели вырос почти в два раза. Почему? С этим вопросом в редакцию нашего телеканала обратилась жительница рабочего поселка. В письме женщина попросила журналистов разобраться, почему произошло повышение, посетовав на то, что простому смертному таких комментариев не дадут. Законно ли с нас берут вывоз по завышенным тарифам и как скоро откроют искательские очистные, пишет в письме жительница поселка Искатели, которая назвала себя Мариной Николаевной. Действительно, в конце прошлого года искательскую свалку закрыли по решению суда. Теперь нечистоты вывозят в город. От границы муниципального образования и до места размещения отходов 22 километра. Получается, что стоимость одного куба отходов увеличилась почти на 195 рублей. Раньше, когда свалка действовала, жители платили в среднем 95 рублей за куб, в зависимости от управляющей компании. Поэтому окруженными властями было принято решение о компенсации транспортных затрат. Но тариф действительно все-таки вырос, только по другой причине. Раньше их обытовые стоки не очищались, сейчас они размещаются на чистых сооружениях города. Поэтому, так как и городское население не оплачивает очистку сточных рублей. То есть город платит 47 рублей, то есть жители города, за очистку сточных рублей. Еще один немаловажный аспект, по словам специалистов, – инфляция. Тарифы на коммунальные услуги в поселке Искатели не поднимались уже много лет. Управляющие компании, когда выбирали дома, брали на управление, к примеру, некоторые позаключали 77. То есть, ну, это, может быть, ими не убыток было, потому что возили здесь рядышком на эту свалку. А уже такой обоснованный тариф, который, он 95 рублей. Что касается ввода искательских очистных сооружений, то эта мера вряд ли приведет к понижению тарифа. По расчетам специалистов, жители муниципалитета меньше платить за утилизацию жидких бытовых отходов не станут. Просто надо понять то, что тарифы, действительно, они не увеличились, надо понимать. Добавилось только размещение, не больше того, и все. Я понимаю, для кого-то, может, и 47 рублей – это много, но, тем не менее, я говорю, хоть откроют, хоть свалку, хоть очистные, это размещение, оно будет присутствовать в тарифе, и житель просто будет обязан заплачивать. В конце письма жительница поселка Искатели посетовала, мол, простым гражданам никто ничего не поясняет. Однако подробную информацию об изменившихся тарифах мы нашли на сайте муниципального образования. А по словам главы поселения Григория Коваленко, заинтересованные жители всегда могут обратиться за разъяснениями к специалистам администрации, пока никому не отказывали. Ольга Русул, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Почти 80% обследованных многоквартирных домов в Ненецком округе предстоит расселить, а не ремонтировать. В Департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта региона подведены окончательные итоги комплексного технического обследования 97 многоквартирных домов, проведенного в 2017 году. По итогам проведенных работ 76 домов будут исключены из региональной программы капитального ремонта и включены в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Как пояснили в профильном департаменте, эти многоквартирные дома имеют высокий процент износа основных несущих конструкций, фундамента, стен, крыши. Еще 18 домов нуждается в первоочередном капитальном ремонте фундаментов, стен и инженерных сетей. Также в департаменте сообщили о результатах технического обследования строительных конструкций трех домов по улице Авиаторов, построенных с применением технологии ЛСТК. Решение провести детальное техническое обследование было принято в связи с многочисленными жалобами жителей на низкие температуры воздуха в квартирах зимой. Материалы обследования домов были направлены в администрацию Наринмара для осуществления претензионно-исковой работы подрядчику-строителю компании ВМ-Инвест. Период гарантийных обязательств по устранению дефектов строительства еще не истек. Православные верующие отмечают крещенский сочельник. Не изменяя традициям, Наринмарцы предстоящей ночью отправятся на Качгардинскую курью, где пройдет крещенское купание. Сегодня православные христиане отмечают крещенский сочельник, а завтра, 19 января, крещение. Среди верующих есть популярная традиция – купаться в этот день. Несмотря на минусовую температуру, а иногда и пронизывающий ветер, наринмарцы тоже следуют этому религиозному обряду. Каким будет крещенский сочельник в Наринмаре, расскажет Ольга Руссул. Крещение – важный праздник в православной религии. В этот день верующие отмечают сразу два события. Крещение Божьего Сына Иоанном Претечи, в водах реки Иордан и явление Троицы Божьей, то есть Богоявление. Богоявление завершает цикл рождественских праздников и требует особого приготовления. Как перед Рождеством соблюдается строгий пост, так и накануне Богоявления необходимо придерживаться такого же строгого крещенского сочельника. Крещенский сочельник всегда является днем строгого поста. В этот день мы посвящаем себя молитве и усугубляем подвиг молитвенный воздержанием в пище. В этот день на столе православных христиан особая пища – колева. Это пшеница с медом. По церковному уставу в храмах совершаются царские часы. После вечерней и литургии – обряд освящения воды в водоеме. Хотя считается, что в ночь на 19 января абсолютно вся вода становится святой, даже из-под крана. Крещенскую воду используют для излечения болезней, укрепления морального духа и физических сил. Ее можно умываться или пить маленькими глотками. Рекомендуется освящать жилье со всеми пожитками, а также хлев, где содержится живность. В полночь с 18 на 19 я пошлю священника, чтобы он осветил воды нашей заполярной и орданской и крещенской купели, чтобы люди, подготовящиеся к этому празднику с молитвой, с благоговением, со страхом Божиим, восприяли сугубую благодать мужественно и с верой, благочестие, которое помогает человеку во всех обстоятельствах. Так что поздравляю всех северян. Традиционно к празднику в Наринмаре делают и орданскую купель. Но вот окунание в нее на крещение процедура необязательная, в особенности, если человек не готов ни морально, ни физически. К этому шагу следует подходить осознанно и с верой в сердце, говорят священники. Обычно в это время в России бывают крепкие морозы. Называют их еще крещенскими. Метеорологи обещают, что в Наринмаре в эти дни будет относительно тепло. В ночь крещения у нас ожидается небольшая метель, ветер южно-юго-восточный 8-13 метров в секунду, а температура будет минус 16-18. Завтра будет чуть потеплее днем, минус 14-16 градусов. Метель сохранится и облачная погода. Ежегодно во время крещенских купаний рядом с Иордани несут службу сотрудники полиции, МЧС и медики. В этом году ситуация осложняется еще и тем, что лед в месте, где расположена купель, тонкий. На берегу водоема будут дежурить спасатели, участники добровольной народной дружины. Основной наплыв купающихся мы предполагаем, что будет ночью с 22 часов до 3 часов ночи. И как раз в это время у нас будет организовано усиленное дежурство. После 18.00-19.00 числа купель будет закрыта, закопана и закрыта щитом. Место для обустройства Иордани расчищалось вручную. На берегу, как обычно, установлен теплый балок, где верующие могут переодеться и согреться во время купания. Толщина льда в этом году всего 50 сантиметров, поэтому купель расположили ближе к берегу, как и прорубь для забора воды. Кроме того, подход к Иордани будет определен по строгому маршруту, который утвержден службами безопасности. Ольга Руслова, Александр Бобрякович, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Посмотреть наши выпуски вы также можете и на сайте по адресу trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok